Евангелие от Марка Четвертую главу и прочтем 34 стих Без притчи же не говорил им А ученикам наедине изъяснял все Вот еще тут прям такое разделение Некоторое проходит, Господь берет И как-то ученикам все разъясняет А остальным только притчами говорит Вот помните, Господь столько раз говорил Имея уши, слышите, да слышит Тот, кто может вместить, тот вместит Опять же, Господь говорит Не вливайте вина молодого в мехи ветхие Потому что, ну, продерутся Точно так же человек не всегда готов Вместить в себя Слово Божие Господь говорит, человек не понимает Или человек не хочет понять Или человек хочет понять, понимает Но не хочет выполнять Именно поэтому, как некоторый такой предохранитель Который помогает нашей душе Не перегореть под вот этим напряжением Которое возникает между духовной нашей жизнью И между жизнью, увы, нашего тела Которое нередко, увы, сковано стремлением к греху И этим множественным грехам Господь использует притчи Потому что притчи помогают преодолеть Наши страсти И дойти до нашего разума Чтобы страсти не сокрушили Вот всю ту истину Пока проходит вот в нашу окаменевшую душу Вот представьте, если наша душа Скована грехом И такая у нее каменистая оболочка Да, вот вспомним, как вот это образ Сердце Когда вместо сердца камень в груди человека В переносном значении Ну или там древние люди, правда, думали, что что-то прямо окаменело Или сам человек до вертвой совсем окаменел Совсем он бездушный стал В той или иной степени это можно отнести к каждому человеку Душа каждого человека Она может либо окаменеть Либо наоборот загореться таким пламенем страстей Что тоже все доброе в ней сгорает То есть человек тоже может быть деятельный Помогать людям как-то занимать благотворительность А при этом параллельно делать страшные грехи Тоже это как-то совмещается Почему все это происходит? Происходит, представим, вот это благовестие Слова Божия Которое уподобляется семечку И вот ты его бросаешь А оно вместо того, чтобы попасть в землю и прорасти Натыкается на такой зацементированный участок И прорасти оно никак не может Хоть солнышко будет светить Хоть водичка там будет поливаться Там дождик будет поливать Все равно не прорастет Мертвый цемент Не пробьет оно его Может и внутрь попадет оно Оно сможет его пробить Да, мы знаем, как сквозь асфальт пробивается зелень Как деревца начинают прорастать И ничего не останавливает Потихонечку, не так быстро Но вот водичка камень точит И зеленый росточек сквозь трещины асфальта Тоже находит путь Поэтому задача вот даже в эту окаменевшую душу Чтобы попасть Чтобы как-то вот эта семечка чем-то было окружено И вот притчу Христову Ее можно и представить в роли такой оболочки Которая помогает пробить вот эту бетонную ограду И уже потом она начинает прорастать И если человек не сильно сопротивляется То даже в его окаменевшей душе Благовестие Христово начинает действовать И человек потихонечку начинает меняться Душа начинает трескаться Больше к добру обращаться Больше к любви Больше к Богу Начинает к молитве к Богу обращаться Уже Господь ему содействует на встречу Вот эту корку с души сбивает Приходит на таинство исповеди Господь вообще эту корку отдирает, снимает Говорит, да, душа, расти, вздохни Да, человек приобщается к святых Христовых тайн Причащается к телу и крови Христовой Получает силы для того, чтобы благовестие Божие Проросло, зацвело, принесло плоды Но начинать надо, чтобы вот эту корку преодолеть И точно так же вот если душа пылает в огне страстей То тоже очень сложно человеку на Евангелии опереться А опереться на какую-то прямую евангельскую заповедь То есть человек, бывают люди, которые Они как-то и ближним помогают И волонтерской деятельностью занимаются И организаторские у них хорошие способности Но, например, их вот Ну, страсть блуда просто сжигает Да, вот творческий человек И, ну, и привык, что у него там Любовницы, сожительницы какие-то А так вроде всем хорош Вот если вспомнить там простые заповеди библейские И ему просто сказать Ну, дружище, ну, не нужно так Не блуди Но человек это Даже если поймет, что вроде что-то в этом нехорошее есть Он не сможет свою страсть преодолеть Однако человек, если будет при этом Как-то со вниманием читать Евангелие К притчам прибегать евангельским То тоже потихонечку Вот это пламя страсти Оно не сможет вот это зернышко благовестия сжечь Потому что евангельская притча Которая вот вроде столько оболочек Которая надо снимать, как вот капусту Снимаешь листочек за листочком Для того, чтобы до сердцевины добраться Точно и так же и здесь Вот эти притчи, они помогут Что да, вот какие-то внешние оболочки спали А вот это зернышко благовестия В душе человека прорастает И человек все-таки начинает меняться Начинает меняться И да, вот как люди приходят и говорят Да, да, я вот жил Вроде старался Вроде считал себя хорошим человеком Вроде думал, да, никому я дурное не делаю Ну вот я там брал, например, жене изменял Все, я понимаю, какой это ужас Не буду больше Мне просто это в голову даже не приходило То есть то же слово евангельское Оно было уже в душе у человека Не первый день, как он Евангелие открыл Но оно потихонечку проросло Потому что притча осмыслялась Осмыслялась, вот эти слои снимались И человек для себя это открывал И точно так же это еще можно представить Вот как у нас есть таблеточки А есть лекарства в капсулах Для того, чтобы прошло это лекарство Не растворилось раньше времени А уже только когда окажется в кишечнике То там вот эти лечебные вещества В нужный момент усвоились организму И принесли максимальную пользу Поэтому точно так же И даже когда человек жаждет Принять благовестие Божие То для того, чтобы человек Не только самый верхний простой слой Толкования притчи Но смог ее как-то глубже прочувствовать Глубже применить Применить ее не только Каким-то далеким историческим событием Ой, мытарь, фарисей Это там 2000 лет назад Сборщики налогов Такие-то там начетнические молитвенники И какие-то иудейские течения А чтобы он это смог воспринять И как-то в современном мире применить Тоже надо потихонечку все больше и глубже Глубже в эти толкования забираться И больше для себя пользы получать Тоже напоминает как раз Вот эту лекарственную капсулу И когда уже это все проходит И кажется, ну а как же вот разделение Там только ничего не говорил Без притчи простым людям А ученикам Господь все изъяснил Так в том-то и дело, когда человек уже решил Я буду со Христом Буду его учеником А как Господь говорит Потому знает, что вы мои ученики Что любовь имеете между собою Да, и вот будешь любовь к своим собратьям проявлять Да, и вспомним, что Господь своих учеников просил Не учеников не просил Говорит Все творите мои воспоминания Берите чашу вина, беличи Хлеб преломляйте их Возносите Божественную Евхаристию совершайте Творите все мои воспоминания То есть человек тоже становится учеником Христа И свидетельствует об этом Через причастие тела и крови Христовой Тогда ему Христос становится знакомым Помним, как апостолы Лука и Клеопа Идут рядом со Христом И его не узнают И только когда он вместе с ними Преломил хлеб Когда он совершил Божественную Евхаристию То они говорили Вот не сердце ли ная горя бивнаю По-церковно-славянски Разве не сердце наше горело в нас А мы его все равно не чувствовали, не понимали А потом пришли и говорят другим ученикам Мы познали его в преломлении хреба В причастии тела и крови Христовой Точно так же человек, который взял И может проштудировал всю Библию Просмотрел видеоролики, прочитал толкование Но вот он начинает приобщаться Святых Христовых тайн Жить жизнью церковной И у него вот как раз Господь Приходит уже наедине в его сердце И все, что ты вот вроде понимал Через разборы, через книжные, через видеоразборы Но все равно не понимал не до конца Вот это Господь уже наедине В таинствах церкви Все начинает разъяснять И устанавливается вот эта чудесная Ни на что не похожая Таинственная связь со Христом Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok